Приветствую всех выживших! Ну что, Stalker Online для нас вышел под видом новой игры, которая теперь называется Stay Out. И на самом деле мне нравится такой шаг от разработчиков. Да и к тому же не забываем, что площадка Steam это довольно неплохой способ собрать новых игроков, ну или по крайней мере привлечь внимание многих. Первых же плюсов, которые попадаются в глаза, это, пожалуй, стоит отметить кастомизацию персонажа. Здесь она сделана нора, мы можем двигать отдельные участки лица, скулы, подбородок. И сделано это действительно добротно, что-то на уровне Fallout 4. Также мы можем менять растительность на лице, у себя на голове, мы можем менять длину волос, длину усов, длину бородки. И такое мало где на самом деле присутствует, поэтому да, это стоит похвалить. Сама же игра может похвастаться довольно плавной анимацией, то есть бег, любые передвижения и перескоки через какие-то препятствия сделаны довольно гладко и приятно глазу. Это тоже стоит, конечно же, отметить. Но буквально спустя десятки минут обучение начинает перерастать в какую-то тягомотину. Персонаж, с которым вы следуете, он постоянно задерживается, он идет крайне медленно. И с одной стороны понятно, что разработчик хочет познакомить тебя со всеми аспектами игры, но при этом, да, обучение слишком долгое. Оно слишком унылое, оно слишком долгое, и это только начало. Из похожих же игр хочется назвать Next Day, и если вы, конечно, не играли в Stalker Online, то это, наверное, будет для вас лучшим примером. Иногда нам кажется, что мир остался прежним. И не хочу никого обидеть. Но, к слову, о важности перезапуска проекта вы можете увидеть сами. Потому что любая ММО при таком онлайне, она рано или поздно просто умрет. Также хочется кинуть небольшой камень в огород разработчиков, сказав, что, наверное, было все-таки ошибкой запускать один европейский сервер и один американский. И к чему это привело, вы, в принципе, можете сами догадываться. А привело это, само собой, к тому, что обучающая локация была переполнена, и все ресурсы были буквально на счету. А корень, который нужно было найти на болоте, мне уже будет сниться в кошмарах. Их хоть я вспомнил самый неприятный квест, но на нем просто отлично показывается. Главная ошибка разработчиков — запускать проект с одним европейским сервером. Потому что все что-то ищут, всем что-то нужно, и, естественно, ресурсов на всех не хватает. Древесины в лесу просто не найти, корень, который нужен по квесту, тоже сложно находится. А собакам буквально устраивается геноцид. Причем ресурсы, которые нужны из них, они добываются не всегда. Это при том, что само свежевание происходит где-то 15 секунд. В остальном хочется похвалить игру, потому что тут тебе и довольно приятная система прокачки персонажа, где есть три разные ветки, каждая из которых качается отдельно. Занимаешься свежеванием — качается у тебя одна ветка, занимаешься лечением — качается другая. Если ты стреляешь, то, соответственно, качается ветка боя, где ты можешь вложить очки в стрельбу из пистолета, в стрельбу из автомата, либо прокачивать то, что твоей душе угодно. Конечно, разработчики, я думаю, не раз еще поменяют ее, но посмотрим, что будет дальше. От себя хочется отметить, что если разработчики боятся, что игроки будут прыгать между серверами, то они могли бы просто блокировать эту возможность после вхождения на какой-то сервер. Ну, например, на минут 20 или 30. То есть вы зашли на какой-то сервер, что-то там поделали, но не нашли древесину в лесу. Вы взяли, перешли на другой, и благополучно ее, возможно, нашли рядом с собой. Что, в принципе, я считаю довольно неплохо. В любом случае, хочется сказать, что игра мне понравилась, и она бесплатная. Поэтому наше внимание – это залог ее успеха. Заходите, играйте, пробуйте, пишите свои отзывы, и пишите в комментариях, как вам игра. Спасибо всем, кто досмотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь. И да, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok